Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги, слушатели. Вашему вниманию сегодня вебинар по теме ФОП дошкольного образования, подбор инструментария для реализации образовательных задач. Тема интересная, конечно, в чем заключается, что, несмотря на создание новых документов, у нас и стандарты дошкольного образования, федеральные образовательные программы, дошкольное учреждение работает по программам, которые реализуются, так или иначе продолжают реализовываться. Соответственно, они обновляются, рекомендуются по министерствам образования, соответствуют в ГОСТ и в методических пособиях это и указывается. Вот федеральная программа – это обязательная часть образовательной программы и для чего же она выделена именно эта обязательная часть. Программы разрабатываются и утверждаются, соответственно, дошкольной образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной программой. Содержание и планируемые результаты разработанных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной программы. В ГОСДО и ФОП являются основой для самостоятельной разработки и утверждения детским садом дошкольной организации программ, обязательная часть которых должна соответствовать федеральной программе и может оформляться в виде ссылки на нее. При чтении вебинара по федеральной образовательной программе как раз мы более подробно рассматривали содержание ФОП, и, значит, вот где, значит, что определен, да, объем обязательной части программы, он должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Соответственно, не менее 60% объема программы должно соответствовать содержанию федеральной программы. То есть, что федеральная программа включает по образовательным областям, соответственно, это обязательно. И плюс 40% устанавливается, да, на часть, формируемую участниками образовательного процесса. Вот она, вариативная часть. И такой же вопрос, может быть несколько программ у одной, у одной дошкольной организации, или же все структурные подразделения должны реализовывать одну программу. Согласно пункту 2.2 в ГОСДО структурные подразделения в одной дошкольной организации могут реализовывать разные программы. Вариативные части программ структурных подразделений детских садов будут раскрывать особенности образовательного процесса в каждом из них. Значит, хорошо, да, разные программы мы можем, но мы знаем, что есть методическое обеспечение в каждой программе, да, и иногда оно очень такое, как бы, должно быть сертифицированное, дорогое, поэтому здесь уже зависит именно от особенностей и какие группы есть в данной дошкольной организации. Вариативная часть программы представлена частью, формируемую участную пункту 2.2 в ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО. В ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО. А также условия, в которых осуществляется педагогический процесс. Какова ваша структура в ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО. В ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО. В ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО. В ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО. При использовании парциальных программ, одно или комплекс программ, содержимую информацию, как раз комплекс дополнительных программ, будем рассматривать. В ГОСДО структурных подразделений в ГОСДО. А также условия, которые решаются педагогические подразделения. Это обеспечивает активность образовательного процесса, фанкредит, дошкольные занятия, но и учет индивидуальных потребностей и возможностей. И в том числе в части реакционной работы. Именно здесь с особыми возможностями здоровья. Конечно, именно здесь МИСОВЗ, когда у нас адаптированная программа, вносит такие элементы из программ, разрабатываемые именно с окольной организацией. Может ли организация состоит в этой работе реактивной части программы? Действительно, мы говорили, что разрабатывать самими участниками образовательных отношений и согласно именно пункту 2.9 стандарт, в них будут входить как портальные программы, то есть они разработаны определенными авторами, рекомендуют Министерством образования, образовательные, гос. школьного образования и состоятельно разработанные участниками образовательных отношений программы, основанные в личном педагогическом опыте, учитывая, опять же, приведущие особенности обучающихся, учитывая натурные ситуации. Потому что это одинаковый компонент, он всегда включался, то есть именно регионный программ, и важно на данном этапе отражать специфику на социальных, культурных условиях в работе. И вообще говоря, программа, которую мы, немножко экскурс такой хотелось, сделать, да, что еще в соответствии с законом, об образовательном, да, все программы, когда-то, значит, вот, используют закрепление в типовом положении от государственного образовательного учреждения, и в нем уже стелялась право дошкольного учреждения на посетительный выбор программы из комплекса реактивных программ, рекомендованных именно государственными органами управления и в основном, а также на практике с требованиями именно этого стандарта. И основные дополнительные программы являются авториативными программами, и организация их вводки может осуществляться, скажем, по инициативе коллективов допросческих групп, или же один, а вот основные программы, они знакомые, специализированные, да, значит, в начале комплекса реактивных программ, они включают направления по всем основным образовательным, да, значит, направлениям воспитатель-образовательной работы по областям, а специализированные, куда нас относится определенные дополнительные программы, дополнительные это по основным нескольким направлениям, да, вот здесь, что же из себя представляет, да, образовательная программа. Использование образовательной или имеющим коллективное авторство образовательная программа, раскрывающая содержание образовательной работы с детьми в одной и две образовательной области, использование конкретных образователей, применение определения на развитии обучающихся, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. Прежде чем вводить какую-то программу или ее внедрить, учитывать именно социальный запрос. Можно ли рассматривать фортиальную программу в качестве вариативности программы? Да, вариативная часть программ может быть представлена одной или иной рефортиальной программы, и в том числе работаем предпринимателей данных для школьной образовательной организации. При этом в реальном направлении должно быть вооружено цельных ориентиров, то есть результаты цельных действий и по тем областям, которые соответствуют одной или нет, областям и условия организации основного педагогического процесса. И мы отмечали новые ссылки, да, реализуем данные программы, можно дать ссылки, да, это статус на пункт 2.12. В гос. образовании участников образовательных отношений может быть представлены в виде ссылок на соответствующую литературу, позволяющую ознакомиться с созданием участников международных отношений социальных программ в виде ну и работы, то есть закупка отпечатывания программ или перепечатывания, да, по большей части упрощает работные ссылки, позволяют более эффективно, да, работать по программам. и у нас, скажем, есть такая категория как специальные дополнительные программы, да, то есть, которые также по одному или нескольким направлениям для оказания дополнительных услуг, и вот, то есть, они же могут быть как платными, так и бесплатными, и выходить за рамки основных программ, это через работу студии, да, чаще художественных студий, театральных, определенных секциях и кружках, и, чтобы не нагружать детей, да, дополнительной нагрузкой, занятия по дополнительному образованию, чаще проводятся во второй половине дня, и, вот, именно данные дополнительные программы, они не должны реализовываться вместо, или же в рамках основной образовательной деятельности, то есть, за счет времени, отведенного на реализацию основных программ, вот, ну, в большинстве случаев в качестве дополнительных могут использоваться именно и парциальные программы, то есть, реализовываться через кружки, да, секции, именно, то есть, как платно, так и бесплатно, да, это все зависит от запроса родителей, да, что они должны включать. Так, что-то у меня тут бегает, бегает, никак могу. Любую или парциальную программу можно использовать, да, значит, и какие к ней требования предъявляются. Естественно, и множество парциальных программ для работы с детьми дошкольного возраста разработано, да, но при этом они должны соответствовать принципам, целям и задачам, заложенных в стандарте дошкольного образования, обеспечивать достижение целевых ориентиров, то есть, выпускник, да, какими должен обладать, компетенциями, обозначенные также в стандарте, соответствовать принципам федеральной программы и, можно сказать, методически не в противоречке, ну, целям и задачам программы отбираться с учетом интересов, потребностей детей, накопленного педагогического опыта, опять же, самое главное, материально-технических возможностей детского сада, квалификации педагогических работников, ну, и мнение родительского сообщества, обеспечивать преемственность дошкольного и начального образования в структуре стандарта, это немаловажно, потому что основная задача, да, дошкольного образования, это подготовка ребенка к школьному обучению, быть конкретным доступным в применении, научно обоснованными, поэтому здесь обычно в пояснительной записке к любой программе даются, на чьих идеях данная та или иная программа разработана, да, на чьих концепциях или же теориях психологов, педагогов и в части применяемых также методов и подходов апробированными, это важно, почему, потому что авторские коллективы, разрабатывая именно программу, да, они часто не учитывают, что, то есть множество программ, какую выбрать, мы должны именно уточнить, когда она и где она была апробирована, то есть подходит ли она нам и какие результаты, ну, опять же, и уровень развития детей, поэтому необходима диагностика, да, опять же, современная должна быть программа, то есть новаторской, использовать технологии, не сказать, что, и сказать, что новые, да, и в то же время хорошо забытые старые технологии, тоже у нас применяется, поэтому, вот мы говорим о диагностике, да, анализ соответствия программы, обязательному минимуму содержания, которое именно задается федеральной программе, что это, что включает это в себя, прежде всего, диагностическая карта предназначена для анализа соответствия программы, обязательному минимуму, заданному ФОП, и документ состоит из чек-листа действий соотнесения двух программ, федеральной программы, той программы, которую реализует дошкольная организация, избранных материалов, а также диагностические таблицы, как инструмента соотнесения двух программных документов. Данный материал могут использоваться, как для внутреннего аудита программы детского сада, так и в качестве основы экспертного листа для ее внешнего аудита. Органы управления субъекта Российской Федерации, обеспечивая информирование и повышение квалификации представителей органов местного самоуправления, а также руководители и педагогических работников дошкольной образовательной организации, о введении ФОП и методических рекомендаций ее реализации, знакомить с процедурой анализа соответствия образовательной программы до обязательного минимума содержания. Это тот минимум, который задан и в стандарте, а также и ФОП. Сравнение текста программ производится через чек-лист руководители дошкольной организации единолично или же с привлечением других руководящих и педагогических работников, осуществляют заполнение диагностической карты. Результатом проведенного анализа может стать выявление дефицита, или же наоборот, избыток содержания по сравнению с федеральной программой. Доработка программы выражается в приведении ее в соответствии с федеральной программой и в случае внесения необходимого содержания или оформления ссылки на федеральную программу. Во втором случае переизбыток содержания могут включаться изменения. К разработке программы дошкольной организации соответствующей федеральной программе могут быть привлечены родители. Утверждение образовательной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным локальным актом дошкольной образовательной организации срок до 1 сентября. При необходимости вносятся изменения в локальный акт самого детского сада, а также определяющий режим и распорядок дня в разных возрастных группах. Это мы можем взять. Сведения о новой программе размещаются на сайте детского сада в соответствии с требованиями к ее структуре, потому что на сайте он должен обновляться и соответственно включать в себя работу необходимую по данной программе. Руководители обеспечивают условия для ознакомления и педагогического коллектива, и родителей с новой программой ведут сайт. как руководитель подразумевается в основном работа старших воспитателей. С этой целью металлическая служба организуется ой-ой-ой простите что-то у меня тоже. Ну, скажем, даже некоторые комплексные программы, они также рекомендуют использовать по отдельным образовательным областям другие программы. значит работы формы методической службы организуются интернет-форумы это различные онлайн-консультации и важно провести анализ наличия инфраструктуры и методического обеспечения. То есть, возможно, чего-то не хватает, докупать, инвентарь, оборудование, пособие и так далее. И важно в ходе создания и оснащения именно вариативной части, да, обеспечить решение задач с учетом всех социокультурных региональных особенностей расположения детского сада, особенности организации именно уже на муниципальном этапе и направленности дошкольных групп, да. То есть, это для детей там то есть комбинированные комбинированные группы, корректирующие группы, для часто болеющих детей и так далее. И вот анализ провести с опорой на рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных задач дошкольного образования. Вот здесь дана ссылка для того, для того, чтобы ознакомиться с этим документом, да, то есть рекомендации по формированию. Значит, главное... Здесь еще я так, краткий обзор мной был сделан, да, что в соответствии с законом образования существует у нас один тип, да, школьно-образовательная организация, да, и то есть такие типы, которые у нас были заложены еще, да, предыдущих документах, которые у нас были, в соответствии с документах, где был, что выбор программ зависит от вида и от типа, конечно, это то получается. Вот, значит, образовательные программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми, дополнительные общеразвивающие программы, возможные виды, да, это ясли, куда дети раннего возраста, так программа ИФОП у нас разрабатывается для детей от двух месяцев, да, поэтому это, это ясли до трех лет, и непосредственно детский сад, да, это дошкольный возраст, включающий детей от трех до семи лет, до восьми лет. Таким образом, в РФ установлен следующий тип образовательных организаций, реализующий основные образовательные программы, это дошкольная образовательная организация. И главная цель это присмотр и уход, да, реализация и работа по, значит, стандарту дошкольного образования. Очень хотел остановиться, что главное назначение образовательной программы заключается в мотивированном обосновании, да, потому что без основной документации, по которым работают, мы никуда выйти не можем отойти, да, и это взаимодействие обязательно за всеми членами семьи. И как бы, как бы, работа согласно с нормативами, да, САНПИН и ГОСИК об дошкольного образования. Образовательные организации могут создаваться не только в форме учреждения, да, как было до принятия федерального закона об образовании, а в любой форме, установленной законодательством для некоммерческих организаций. То есть образовательные организации могут быть государственными, муниципальными и частными. Значит, понятно, что созданные именно в РФ, да, субъектной федерации и муниципальными образованиями в форме учреждения, они также могут, в соответствии с федеральным законом, могут быть казенными, бюджетными и автономными. САНПИН, это аббревиатура в названии передается, да, это типы государственных и муниципальных учреждений, определены в связи с переходом от смертного финансирования к обеспечению государственных учреждений финансами, лишь для выполнения государственных заданий, да, на оказание услуг в виде бюджетных субсидий. И если мы также по видам отметим, да, когда у нас просто детский сад, либо детский сад с приоритетным осуществлением, вот как раз здесь какие дошкольные организации могут иметь, да, либо это комбинированного вида, присмотре и оздоровление с осуществлением санитарно-технических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для часто болеющих детей, в основном для детей с туберкулезной интоксикацией, ой, с туберкулезом, да. Вот, общеразвивающую, то есть это образовательная программа, компенсирующую, где реализуется именно адаптированная программа, оно правильно, да, вот я правильно сказала, оздоровительная для детей с туберкулезной интоксикацией, то есть и часто болеющих детей других категорий, которые нуждаются в длительном лечении, соответственно, там медперсонал, да, занимается именно профилактикой. Комбинированную направленность, имеющую группы, да, когда совместно образование здоровых детей, да, работающих по основной программе и детей с ОВЗ, работающих по адаптированным программам. Также в образовательной организации могут быть открыты группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы. Значит, вот от двух месяцев до трех лет, которые обеспечивают развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников. Раньше, соответственно, вот такие, как бы, группы были в яслях, да. Группы, следующие также могут быть открыты группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников от двух месяцев до семи лет, то есть только присмотр и уход. Ну, в основном здесь обеспечивается комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, то есть научить и культурно-гигиеническим навыкам, да, и режиму дня. Чаще это кратковременного пребывания, как группы для детей раннего возраста и по присмотру и уходу. Так как, не знаю, сегодня ребенок придет, насколько он придет, да, и, как бы, полноценно реализовывать какую-либо программу, нет возможностей, да, то есть проводить сетку занятий, нет нужды. И семейные дошкольные группы. Такие группы создаются с целью удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования в семье, и они могут иметь общую развивающую направленность, или же осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. Ну, существуют программы для детей до раннего возраста, это и кроха, и первые шаги, и, соответственно, вот в таких дошкольных группах могут осуществляться, чтобы там вообще задачи реализуются совместно с родителями, да, и, как бы, период адаптации сложен, да, и, значит, нужна квалифицированная педагогическая помощь родителям, то данные семейные дошкольные группы как раз будут способствовать тому, чтобы осуществлялась вот эта взаимопомощь, консультация, да. Да, можно что-то посмотреть в интернете, там, почитать или на сайте, да, определенные консультации, но непосредственно живое общение, наблюдение за работой воспитателей, ну, это дорогого стоит, да, наилучий. Основные требования к программам. Современное дошкольное образование должно быть комплексным и вариативным, и, соответственно, в связи с этим разрабатываются дошкольные организации программы. Вот здесь выделяют пять видов программ. Сейчас попробуем. Мы так много пропустили. Значит, разработка, да, комплексных, разработка программы непосредственно падает на коллектив, да, и это серьезная ответственность за выбор, да, и разработку, значит, нужно выполнять определенные организационно-педагогические условия, которые будут способствовать высокой эффективности работы с детьми, и определять качество, да, и какие же требования. Это грамотное сочетание всех видов программ дошкольного образования, да, их необходимо тщательно адаптировать к особенностям воспитательно-образовательного процесса конкретного заведения. Вот, да, чтобы грамотно сочетать, я уже говорила, многие комплексные программы, они включают в себя как раз ту, как бы, таблицу, да, рекомендацию, какие специализированные и дополнительные программы могут вместе с ней использоваться. Но не все, опять же. Управляемость деятельности всех педагогов, задействованных воспитателями в целостно-педагогическом процессе, да, и выполнять это требование можно, создав должную мотивацию, организовав адаптацию и проведя корректирующие мероприятия. Ну, и важно, конечно, это профессионализм, это творческий потенциал, да, не только конкретного педагога, но и всего коллектива. Ну, и важным дополнительным требованием является построение оптимальной развивающей среды. Она должна соответствовать целям, задачам воспитательного образовательного процесса, дошкольного учреждения или организации в целом и конкретно группы, да, и вот именно о том, какие рекомендации по созданию образовательной среды, развивающей среды, и предметно-пространственной среды мы будем говорить на следующем вебинаре в декабре, она у нас будет, поэтому здесь мы на этом как бы не останавливаемся. Но опять, если нет, необходимо, вот цветные ладошки, хорошая, интересная программа, и хотели бы ее реализовать, но метод обеспечения нам даст, как бы, очень затратно. Как бы выделяют пять видов программ дошкольного образования, да, мы опять же отметим, что это основные программы, разрабатываются по инициативе автора или коллектива, ну и главная задача обеспечения достижения детьми результатов, успешного освоения всего образовательного стандарта, значит, и реализуются по образовательным областям, да, дополнительные программы, это вот работа в секциях, студиях, кружках и прочих гибких форм образования детей дошкольного возраста, то есть через дополнительные услуги, да, и полная их реализация невозможна, да, вместо основных программ, они поэтому и называются именно дополнительными программами, то есть ниже стандарта мы не можем, больше, да, поэтому чаще вот эти занятия, хотя по ФОП и так загруженность детей, отмечают педагоги, да, излишняя загруженность детей, но возможность включать дополнительную программу, да, кружок или секцию, или открыть студию, да, по индивидуальным запросам родителей, и когда мы видим, что есть востребованность, да, например, там какой-то спортивной секции, да, хочет реализовать инструктор по физической культуре эту программу, ну, потому что участие детей в различных конкурсах, мероприятиях постоянно требуется, да, и готовить детей непосредственно в течение вообще всего дошкольного периода и необходимо. Ну и комплексные программы, да, для всех направлений, парциальные, и вот мы говорим о примерных, как таковые примерные программы у нас теперь отсутствуют, да, но тот перечень программ, как комплексных и парциальных мы будем рассматривать, вот они как раз берутся именно как бы в качестве примерных программ, но это понятие, да, как бы у нас вышло, и мы говорим, эти примерные программы уходят в архив, значит, их там же можно и посмотреть, но так или иначе они были, имели место в практике работы дошкольных организаций, на основе которых дошкольные организации составляли программу. Вот парциальные программы у нас реализуются по направлениям, да, то есть экологическое, в основном они созданы с целью приведения этим интерес и любовь к окружающему миру, но самое главное это формирование экологического сознания, не то что он будет знать множество, значит, там видов растений, животных, да, а не умение это сберечь, понимание, что как это важно, вот это экологическое сознание, такие программы существуют, как «Наш дом природы», авторы «Рыжовый», вот эту же программу рекомендуют как парциальную по автору программы детства, комплексной программы, юный эколог Николаевой, паутинка, ну, соответственно, они отличаются друг от друга, да, по определенным, то есть у каждой программы есть своя специфика, уникальность, по творческому развитию, то есть это формирование художественно-эстетического восприятия мира, конструирование художественной труд, программа Куцаковой, музыкальные шедевры, гармония, умкотриск, где нетрадиционные проблемные ситуации для детей предлагают, это семицветик, природный художник, объединяющий экологическое и художественное воспитание, так или иначе, рекомендованы для использования по творческому развитию, да, блок художественной, область, да, художественно-эстетическое развитие. Вот задача развития духовности и нравственности у нас очень остро стоит, да, и она отражена на первом плане у нас в федеральной образовательной программе, поэтому здесь формируют представление, то есть в данных программах основные задачи формирования представлений о культуре родной страны, способствуют появлению важных социальных навыков, и одной из высших целей этой программы является именно воспитание патриотизма. Программа Козлова «Я человек» как раз на социальное развитие идет, очень давно разработана и адаптирована по госдошкольному образованию, программа «Наследие» и «Я, ты, ты» и множество других программ, которые у нас есть. Так, специализированные программы, которые, они узконаправленные, да, вот интересная программа «Дошкольник» и «Экономика», которая формирует начальное финансовое хозяйственное представление, то есть экономическое развитие, да, основы безопасности, готовить детей к нестандартным ситуациям. Программа «ТРИС» давно очень разработана, да, и представляет собой оригинальный подход к формированию творческих способностей, но причем эта программа, она не только там по изобразительной деятельности может реализовываться, именно это творческое решение изобретательских задач идет, расшифровка данной аббревиатуры на, во всех образовательных областях она может реализовываться. Здесь важно педагогу использовать именно проблемные исследовательские методы при проведении организованной образовательной деятельности. И рассмотрим с вами как раз рекомендованную, да, программу «От рождения до школы», по которой работают многие дошкольные организации под редакцией «Веракса», «Комарова» и «Васильевик», адаптированная, да, типовая программа, тот же автор участвовал, да, ее в доработке. Она является инновационным образовательным программным документом, да, и подготовлена уже с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. Разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и предназначена для ДОУ. А тут уже какие виды будут использовать на усмотрение самого коллектива. Вот к данной программе комплексной, да, авторы предлагают использовать и в практике уже адаптирована программа «От рождения до школы» парциальная программа «Ладушки», да, автор Каплунова-Новоскольцева именно по музыкальному образованию. Здесь больше на сотрудничество детей и взрослых, родителей и педагогов, ну и активное участие родителей на занятиях, на различных праздниках, но оно у нас и так как бы непосредственно и есть включается. Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич, скажу, это, скажем, более новейшая программа, да, рассчитанная на последовательную реализацию во всех возрастных группах, начиная с младшей, да, и во всех видах детской деятельности, как игровой, трудовой, познавательно-исследовательской, в изобразительной, да, и через литературу, конструирование, особенно из природного материала, то есть именно экологическое. Также хотела вашему вниманию обзор программ представить. Вот, это тоже плюс программа «От рождения до школы», использование программы «Новиковая математика» в детском саду, да, которая представляет содержание комплексной работы в области математического развития. Значит, парциальная программа «Азы финансовая» «Финансовая культура для дошкольников» составлена также в соответствии с стандартам, да, то есть формирование финансовой грамотности. У нас до этого была программа «Шатовый дошкольник» и экономика, да, с многоточием и экономика так и приучала к основам финансовой грамотности. Ну, вот еще программа «Азы финансовой культуры», именно культура, да, для дошкольников. Ну, что уникальность, конечно, она есть, заложена в основу финансовой культуры, формирование здорового отношения к деньгам, к материальным ценностям. Опять же, эта программа, да, в детском саду мы говорим об этом и подкреплена, конечно, работой родителей. И сейчас вот мы рассмотрим, я сделала обзор программ, которые, на мой взгляд, используются, но пока редко, потому что парциальные программы и комплексные, по которым работают. Вот, значит, мы говорили о различных подходах, да, различных моделях, где личностная, учебная модель, да, реализуется. И с учетом модели самостоятельной работы, да, разработана программа «Детский сад» по системе МТСОР. Это новые программы, но в то же время Мария МТСОР разработала свою методику довольно-таки давно, да, и как раз разработана ее педагогическая система, да, известного педагога и психолога, разработана в соответствии со стандартом, сохранив в полной мере ее концептуальные основы, да, вобрав в себя новейшие достижения педагогической и психологической науки, ну, а также опыт современных отечественных и зарубежных МТСОР и педагогов. Здесь ярко выражена гуманистическая направленность и идея свободного развития в предметно-пространственной среде. Все это заложено в основу и отражает, в принципе, современного дошкольного образования. Ее реализуют и растет, как бы, востребованность в подготовке МТСОР и педагогов. Также налажено производство МТСОР и материалов, значит, которые, ну, помогают реализовывать данную систему, да, и скажу, что материалы не дешевые, поэтому если он переходит до школьного учреждения, да, то, соответственно, все до школьного учреждения и работы по данной программе, так как методическое обеспечение нужно очень-очень разнообразное, да, и, соответственно, под редакцией данная программа работы Детский сад по системе МТСОР и под редакцией Хилки Мин. В литературе у меня есть ссылка, и, соответственно, там читать более подробно эту программу можно. Также дана рецензия на реализацию, осуществляется подготовка кадров. Это мы еще рассматриваем комплексные программы сначала. Вот тоже интересная программа Теремок, это современная образовательная программа для детей от двух месяцев до трех, соответственно, это для раннего возраста. Ориентирована на создание оптимальных условий для становления социокультурного опыта ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. Вносит инновационный вариативный характер, да, также базисное содержание пяти образовательных областей включается и предлагает вариативную модель образовательной среды, взаимоотношения педагога детей и технологию проектирования. Значит, научный руководитель данной программы Лыкова под общей редакцией волосовец Кириллова. Лыкова она разрабатывала программу «Цветные ладошки» тоже, мы отметим. Так что она рецензия заседания ученого совета факультета дошкольной педагогии и психологии. То есть научная разработка на основе концепции. Следующая программа «Мир открытий», значит, комплексно-образовательная программа, также отмечается, что соответствует стандарту, значит, отвечает запросам современного общества и семьи для детей от младенчества, также от двух месяцев до поступления в школу, до 7-8 лет. Ну, она тоже уникальна, интересна, здесь также больше путь к саморазвитию, поэтому больше требований к организации предметно-пространственной среды, да, предлагаются технологии, методики, обеспечивают предемственность дошкольного и начального образования, что немаловажно, и она апробирована в 57 субъектах Российской Федерации, обеспечена современными методическими и дидактическими пособиями. Научный руководитель Петерса, наверное, вы знаете, да, и хорошо, когда начинает работать, то есть предемственность дошкольной организации, переход именно и школа, которая работает тоже по этой системе, то есть не такого отрыва, да, от общей редакции Петерсон и также Лыковой. Имеется лицензия. Следующая программа «Мозаика» – образовательная программа дошкольного образования. Так, включает в себя также совокупность всех образовательных областей для развития детей от 2 до 7 лет. Основная цель – это расширение возможности развития личностного потенциала каждого ребенка, определяет содержание, организацию образовательного процесса и направлено на создание благоприятных условий для развития ребенка. В программе предложены современные подходы к планированию и проведению педагогического мониторинга, а самое важное – взаимодействие с родителями. Полное методическое обеспечение, то есть это пособия, это книги, это игрушки, которые представлены в ПМПК «Мозаичный парк». Автор-составитель Белькович, Гребенкина, Кильдышева. Также имеется лицензия. Но опять же я кратко даю, да, кому интересно, по литературе, по ссылке можно зайти, посмотреть. Программа «Вдохновение» на прошлом вебинаре, если я не ошибаюсь, сказали, что они работают по данной программе и в мире открытий и вдохновения, да. Значит, также соответствует, да, здесь уникальность в чем, что программа позволяет выстроить качественно образовательный процесс, открывает просторы для профессионального творчества, подходы дифференцированного обучения, индивидуальный подход, да, осуществляется, и предъемственность с начальным уровнем образования в этой программе прослеживается под редакцией Загвоздкиной, Федосовой. Также имеется рецензия, да, это разработано научным коллективом, да, определенным, кафедры, вуза. Программа «Открытие». Тоже это и у нас комплексное является, да, потом мы перейдем именно к парциальным программам. Ну, не хочет, но разработано... Так, попробуем включить. Тогда кратко, вот раз у нас время поджимает, да, я так кратко, да, на основе УКОС и предназначена для использования в дошкольных организациях. Вот редакция Юдиной. Следующие парциальные программы мы переходим к рассмотрению тоже. Я взяла только те, которые мы с вами перечислили, да, перед этим, а именно новейшие, да. Ну, может быть, на мой взгляд, вот программа «Наустим» для детей старшего, дошкольного и младшего школьного возраста. Это цифровая интерактивная среда, направлена на развитие интеллектуальных способностей и исследовательской активности детей 5-7 лет. На их познавательное развитие. Главное, что при общении к инженерно-техническому творчеству. Вот. Здесь используется интерактивное и игровое оборудование Академии на УРАШе и технологии STEM-образования. Она также может использоваться в любой организации и, значит, сочетаться, да, то есть как дополнительное. Ну, обучение вот именно вега-конструированию, а здесь у нас робототехники, закупка дошкольными организациями имеется, да, данного оборудования и, соответственно, вот готовая программа, да, на которой можно работать. Так, цифровая, значит, парциальная, автор Поваляев, хотел автор назвать, Поваляев, Глушкова, Иванова и так далее. Также имеется экспортное заключение для данной программы. Программа от Крёбеля до робота тоже направлена на развитие именно такого инженерного мышления, да, то есть нам инженеры нужны. Значит, что, что, связано с техническим контекстом, да, в дошкольном образовании. Так, видите, растим будущих инженеров. Она даже аудитория программы включает и педагогов, и, ну, в основном для старшего дошкольного возраста, да, предназначена, когда у нас идет уже переход к развитию абстрактного мышления. Программа STEM. Образование тоже включает и дошкольный, и младший, школьный возраст. В основном в учреждениях дополнительного образования, да, и определяет за цели и задачи и возрастные особенности и динамику развития интеллектуальных способностей детей. Здесь включается и дидактическая система Фридриха Фребеля, которая разработана очень давно, да, вообще первооткрывателем дошкольной педагогики являлась. Экспериментирование живой и неживой природы, лекоконструирование, математическое развитие, робототехника и мультистудия. Я творю мир, да, вот как бы в чем уникальность. Здесь очень, вот эти шесть модулей программы, да, реализуются. И авторами являются, то есть она направлена больше на интеллектуальные, да, способности в процессе познавательной деятельности и вовлечении в научно-техническое творчество. Вот редакция «Волосовец» данная программа. Программа, мы говорили с Наурашей, да, от Крюби Ледоруба, это тоже они, как бы, включаются взаимосвязные. Вот тоже интересная программа. История карапужек. Как жить в мире детей дошкольного и младшего школьного... Ой, господи. Младшего дошкольного возраста, да, и название у него такое идут, карапушки. Программа с чистым сердцем, духовно-нравственное воспитание, она как раз, на мой взгляд, актуальна на сегодняшний момент. Как это мы рассмотрели, от Крюби Ледоробота, импообразование. Для детей 5-8 лет предназначена, и как и парциальная программа духовно-нравственного, даны приложения, примерные конспекты, и те же пословицы, поговорки, сказки, рассказы, то есть адресованы педагогам, да. Также имеется рецензия на заседании кафедры педагогики в начальном и дошкольном образе. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...